Клакер Итак, сегодня у нас на разделочном столе игра Framed, и в первую очередь интересен данный продукт тем, что он начал собирать награды и титулы, находясь еще в стадии разработки. Также спешу заявить, что этот процесс продолжается и по сей день, и я, наверное, не ошибусь, если предположу, что именно в данную секунду создатели проекта с благоговейным трепетом принимают какой-нибудь очередной кубок, сертификат или грамоту. Не знаю, что там принято дарить на подобных мероприятиях. Первая информация об игре появилась еще полтора года назад. Девелоперы со святой наивностью выложили в сеть игровой концепт, который очень красочно и подробно рассказывал о том, что получится на выходе и какой уникальный геймплей таит себе продукт. Чрезвычайно смелое решение с учетом того, как сильно другие разработчики любят, ну что ли, одалживать чужие идеи для возведения собственных проектов. Ведь незадолго до выхода Framed в App Store появилась игра The Maze Runner с абсолютно идентичным игровым процессом. Разве что визуально-звуковое содержание выглядело куда более скромно. Совпадение? Не думаю. Протагониста сюжета Как будто ты у них украл булочку или мороженое. Именно с этого момента начинается игра. Никаких тебе вступлений и прочей пояснительной информации. Как же сложно быть современным геймером. Все приходится додумывать самому. А вот как же дальше будут развиваться события, зависит уже от нас. Сама игра стилизована под вид комиксов, выполненных в нынче модном нуар стиле. Левел-дизайн представляет собой набор плиток, содержащих в себе сюжетные сцены, которые мы можем всячески передвигать и менять местами, тем самым собственными руками воздействуя на все происходящее. Именно от наших действий и будет зависеть, сможет ли безликий главный герой выйти сухим из воды, неся в руках заветный кейс. Или же на него будет направлено дуло какого-нибудь полицейского самозарядного пистолета. Глок-19, к примеру. Получается что-то вроде интерактивной мозаики. Или же современной игры в пятнашке. Это абсолютно не важно. Важно то, что смотрится это очень свежо и самобытно. Хотя, сегодня то, что не напоминает Flappy Bird, уже кажется чем-то свежим и самобытным. Прямо-таки бич современного общества, что ли? При создании продукта разработчики решили полностью отказаться от привычных элементов взаимодействия с игрой. Никакого чебе-интерфейса, меню для выбора уровней, звездочек, бантиков, цветочков или слоников, являющихся оценкой пройденного этапа. Открывая игру, мы оказываемся сразу же полностью вовлеченными в игровой процесс. Сворачивая игру и открывая ее опять, вы продолжите с точно того же места, на котором была закончена игровая сессия. Чистая эссенция игрового процесса. Или же бесшовный экспириенс, если хотите. И с одной стороны, это все выглядит очень атмосферно и монолитно. Но с другой стороны, несет в себе некоторые неудобства. К примеру, нельзя переиграть любой понравившийся вам уровень. Также люто раздражает то, что в игре не предусмотрена кнопка ускорения игрового процесса. В некоторых местах очень затянутое вступление. А для прохождения уровня нужно неоднократно двигать плитки и пересматривать сцену по несколько раз. Вот иногда же засыпаешь, правда. А вот в остальном игра получилась невероятно крутой. И вообще, сами разработчики позиционировали Фреймд в качестве миссии мобильного гейминга. Как бы это громко не звучало. Который должен был просветить заблуд шумы пользователей и открыть глаза на настоящие, живые и уникальные игры. Знаете, в их понимании, Фреймд это своего рода огромный многоматчевый галеон. Основная цель которого это потопить и сбросить в бездну адское порождение Донангуена и прочих шаблонных продуктов. Это СПАТА! Но зайдя в современный Аппстор и бегло пройдясь по топу, мы можем наблюдать, что положение особо-таки не изменилось. И слепленные на скорую руку однокнопочные шхуны до сих пор остаются на плаву. Да еще и каком плаву надо заметить. Эх, печаль, фрустрация. И вообще, об этой игре следовало говорить с самой первой день ее выхода, но вот что-то как-то не доходили руки. Поэтому каждый, кто хочет, может смело поднять с пола дизлайки и кинуть меня. Но вы же не хотите меня обидеть, ведь правда? А с вами был Бузов Роман, подписывайтесь на наш канал и играйте в правильные игры. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!